Ученые-орнитологи, работающие в Мальнепыльгене над возрождением вида кулика-лопатня, планируют расширить спектр работы и заняться, например, чайками и гусями. Первых на Чукотке каждый год становится все больше, и это настораживает специалистов. Они планируют разобраться, в чем причина увеличения популяции. А жители населенных пунктов уже изрядно устали от пернатых беспокойных соседей. Нашествие крылатых. Окружная столица в последние годы похожа на птичьи базары в перелетную пору. По всему городу можно увидеть пернатых смотрителей, чаек. Чайки обитают везде, где есть море, а некоторые виды живут возле рек и пресных водоемов. Морских птиц на морском побережье почти не встретить. Город переманил серебристых чаек. В последние годы эти птицы предпочитают тесно соседствовать с человеком, игнорируя свою исконную среду обитания. Нетипичное поведение этих птиц всерьез беспокоит и ученых. Чайки меняют прописку. Более того, их популяция с каждым годом только увеличивается. Орнитологи намерены выяснить, что тому способствует. Интересно заниматься даже и чайками, потому что их численность напротив растет. Надо понять, почему и как это можно регулировать, потому что рано или поздно он достигнет какого-то критического состояния. Поэтому мы хотим расширять спектр наших исследований и выбрать не только кулика-лопатня, но и другие модельные виды птиц этого миграционного пути, чтобы более объективно оценивать состояние популяции. Для жителей Чукотки прилет чаек напрямую ассоциируется с началом весны. Это происходит в апреле-майе. Однако в разгар сезона трепетное отношение к птицам меняется на раздражение. И так громкие и крикливые, они живут шумными компаниями и потому представляют собой беспокойное соседство. К предвестникам того, что наступает лето, я отношусь к ним хорошо. Но когда они начинают кричать, будить людей, разбрасывать мусор и гадить, катастрофически гадить на все, они на машины, на людей и в общем очень плохо отмываются от продукты. Очень плохо, конечно, отношусь к этому. В города птицы отправляются за легкой жизнью. Добыть еду на территории населенного пункта куда проще, чем следовать инстинкту хищника и ловить рыбу. Пернаты оккупируют мусорные площадки, где с громкими воплями начинают выяснять отношения даже с собаками. А еще могут драться между собой за найденные объедки и разбрасывать мусор. Эти птицы очень хорошо приспосабливаются к любой среде обитания. Несколькими парами они гнездятся на крышах, так они становятся недосягаемыми. Как правило, выводок 2-3 птенца. Чайки всегда возвращаются на насиженные места, а продолжительность жизни птицы достигает 23 лет. Я наблюдаю, у нас из окна видно гнездо, и там постоянно 3 птенца приходят каждый день, ой, каждый год. Проблему заселения крыш нужно решать до момента гнездования, то есть убирать гнезда до того, как в них уже появились яйца. А еще отвадить птиц можно, закрывая мусорные контейнеры, и ни в коем случае не прикармливать чаек из окна. Несмотря на белоснежный окрас и опрятный вид, эти пернатые могут распространять заразу. Сейчас, когда птенцы уже появились на свет, чайки становятся очень агрессивными. Они могут нападать на человека, защищая свою территорию и потомство. Поэтому лишняя бдительность будет уместна. Владимир Никитченко, Арсений Гусев, Вести Чукотка.